Эфирная теория относительности. Я сторонник Отчуковского, потому что я понимаю, когда он говорит, я понимаю, что он говорит. Потому что в той физике, которая стала безобразная, и мы работаем с математикой. Поэтому я, так сказать, часть задачи решил математически, часть, так сказать, экспериментально. То есть экспериментально началось как? Так, мы знаем, что процессы должны быть, носят колебательный процесс, и должен быть вложенность. Что это должно быть? Я пришел к выводу, что это эфир. Но эфир должна быть среда, через которую все это взаимодействует. Но как-то надо было экспериментировать. Сначала я математически вывел вот такие формулы. Вот посмотрите. Масса. Мы видим массу единица в квадрат с квадрат. Это вроде как классическая формула. Но дальше, видите, идет добавка такая. Мышки показывает. А? Мышки показывает. Мышки. А есть тут мышка? А, мышка показывает. Видите, вот такая добавка. Вот здесь. Вот это. Если ее упростить, так, чтобы было понятно, то, в принципе, это получается вот такая вещь. Единица. Разденется единица на v квадрат с квадрат. А здесь умножить на единица минус масса на массу черной дыры. Ну, здесь просто формула развернута. Почему? Что когда, допустим, вот тело, мы приближаемся к массе черной дыры, вот эта статья называлась у меня «Черный предел», мы как бы вот бросаем между собой, ну, мячики. Вот я бросил вам, вы бросили мне. Но когда масса возрастает, правильно, когда мячик, масса нормальная, я ию вас мячиком сильно. Но когда масса возрастает, мячику надо преодолеть энергию. То есть я ударил вас чуть слабее, потом чуть еще слабее. И к приближению массы черной дыры я вас вообще не ударю. То есть фактически получается, вот к этой формуле надо добавить вот такую составляющую. Но здесь она упрощена, уже мы рассчитали массу черной дыры. И по приближению, так сказать, к ней, вот будет вот такой коэффициент вводиться. Он получился математический. То есть, ну, правило, коль физики играют по математике, то давайте, так сказать, так же и проиграем. Тоже коэффициент получился и с временем. Следующий вариант. Вот получилось для длины вот такой тоже коэффициент надо добавить. Мышки, да. Для длины вот тоже вот такой коэффициент добавляется. И для заряда. То есть получается, вот в физике нету такого понятия. Вот когда говорят, что мы разгоним заряд до скорости света, врут. Врут. Почему? Потому что заряд у меня получился относительный. То есть при приближении массы к скорости света заряд пропадает. И вот этот коэффициент это показывает. Вот он. Если, значит, на графике, то это будет вот так. Заряд при приближении к массе черной дыры будет падать. Вот он тут пивнулевое. То есть мы до сферы Шварцшильда еще не добежим. Потому что заряд, он волосатый, понимаете. За что вы его будете хватать? Он же лысый будет, понимаете. Вы его не догоните. То есть к скорости света добавляется еще одно ограничение. Ограничение по, так сказать, по заряду. То есть вы не разгоните его. Вот графики, которые я дальше привожу. Вот смотрите, как будет происходить вот с учетом второго коэффициента, который вводится. Ограничение вводится, что ни одно тело нельзя разогнать больше массы черной дыры. Вот масса вот так растет, а потом падает. Казалось бы, хорошо, что падает. Правильно? Легче вроде тогда разгонять. Масса-то упала. На самом деле ничего подобного. Потому что когда масса упала, упал и заряд. И вы ее уже не сможете, так сказать, разгонять. Но здесь вот вторая величина, видите, вот длина. Длина получилась увеличиться. То есть происходят своеобразные, так сказать, вот как звездные врата, что ли. То есть увеличение разряда, точнее увеличение длины. То есть она падает, падает, а когда доходим вот до этого предела, будут происходить вот такие вот процессы. Вот как будет вести себя заряд. Если здесь посмотреть, то видите, я увожу не скорость света. Мышки пока. Мышки, да. Я увожу не скорость света. Видите, о приближении к скорости света. Вот 10 минус 1 разделить на n в n-ной степени. И вот здесь у нас n, степень приближения к скорости света. То есть при приближении вот этого графика заряд будет, так сказать, приближаться к нулю. Вот, так сказать, как будет происходить классическая. Есть классическая зона совпадения. Вот первая, это зона совпадения. Все идет по классической схеме. Но когда мы приближаемся к массе черной дыры, вот происходят вот такие вещи. Вот заряд, классическое изображение. А вот здесь он будет вот так заворачиваться, видите, компенсироваться. И результирующий заряд будет, так сказать, меньше. То есть мы будем терять заряд. При этом будет происходить излучение. Ну это Томпсоновское излучение. Второй момент. Потом надо же было как-то понять, что это такое, почему оно так происходит. То есть от формул надо бы, хотелось бы перейти к пониманию процессов, которые происходят. К пониманию, то есть не формулы, а пониманию процессов. Потому что понимание процессов, вот из всех, что я видел, я вот только у Ацюковского видел. Для этого были произведены определенные эксперименты. Вот вы можете посмотреть. Я беру часы, видите, маятниковые такие, в воздухе. Проходит час. А вторые точно такие маятниковые часы можно поместить в воду. Как вы думаете, сколько покажет часы в воде? Больше или меньше? Тут пройдет час, а в воде? Или, допустим, тут пройдет 10 часов, а в воде сколько? Меньше. Меньше, правильно. В воде часы это самое. То есть мы видим колебательные процессы, которые приборы мы меряем. И видим, что они показывают разное время. Из-за чего? Из-за плотности. Из-за плотности. Вот это ключевой момент – плотность. Теперь вы видите вот цилиндр вот такой, правильно? Мы ставим туда часики. И потом мы знаем, что определенный газ надо собрать, что там концентрация, чтобы не воздух, чтобы воды не было. И если мы будем вот так уменьшать, мы знаем, что мы всегда сожмем до чего? До плотности воды. Когда плотность будет воды, время там вот этих часиков будет показывать что? Ну, другое, понятно, да? Дожали до воды и получили другое время. То есть при сжатии вот этих часиков, вот этого цилиндра, мы будем менять время. То есть время часов, показывающих цилиндр, будет разное. То есть вот здесь одно, вот здесь второе, вот здесь второе. Из-за чего? Из-за плотности. А теперь поставим простой такой эксперимент. Мы берем воду, обычную воду. Берем точно такой же цилиндрик. Вот вода. Вот этот наш цилиндрик, который можно с поршнем. Тут у нас часики. А тут обычно берем весы и начинаем тащить. Что будет происходить? Когда мы ращим медленно, весы будут показывать нам, что вес вот такой. Когда быстрее будет, то есть с увеличением скорости света, ну, с увеличением скорости вот этого, нам вот эта пружинка будет показывать, что у нас все тяжелее и тяжелее наш цилиндрик. Хотя изначально при маленькой скорости, допустим, здесь была одна, а когда скорость увеличится, будет показывать уже 10. Но вот этот поршень под давлением тоже будет вжиматься туда. И длина будет что делать? Уменьшаться. А время будет что сделать здесь? Когда мы уплотним до воды, состояние воды, что будет? Замедляться. Фактически мы видим то же самое, что и говорит нам теория относительности. Но здесь мы хоть понимаем, о чем мы говорим. Там, вот когда континьюм, мунтиньюм, поверьте, я ничего не понимаю. Формулы, да, есть. Но смысла в них нету. Подход эфирный позволяет наполнить смыслом вот эти вот все вещи. Тем самым мы видим, ну, на определенном, правда, расстоянии, там потом из-за сопротивления, все это дело, так сказать, ну, расходит. Так уже тут пропорционально квадрату, там четвертой степени, так-то и так-то. Но схожесть неимоверная. И понимание есть тех процессов, которые происходят. Дальше, вот тут второй процесс. И если есть схожесть с водой, помните, так сказать, когда ставили опыт на воде, две щели давали, генератор, и тут получили интерфекционную картинку. Использовалась модель воды. Казалось, если тут верно, правильно на воде, то верно и для света. И переносятся вот эти вещи. То есть фактически строятся модели. Второй момент, который я хочу здесь показать дальше. Вот трактор. Что такое сих? Если вы возьмете, допустим, будете на море, и там есть песок, немножко он подмокнет, будет хорошо. Вы берете вот так руку, ставите, начинается, так сказать, и движете. Вы видите, что растет сопротивление. Вот это сопротивление. Вот так растет, растет, растет. А вот здесь, когда оно доходит до определенного предела, вдруг происходит такой сдвиг. Момент скачка. То есть я сдвинул здесь, а муравья, допустим, засыпал на другом конце стола. Вот этот момент, вот это называется сиган. То есть скачок, прыжок. Ну, в таком понимании, в котором он понимался раньше. Это означает, что в формуле, когда мы подходили, и там длина увеличилась, а время падало, тоже можно назвать сиган. То есть если вернуться назад, вот эта величина получилась сиг, вот эта длина. То есть происходит такой скачок. Опять-таки я говорю, тут два варианта. Это можно делать, ну, математически. Вот я тут принес свои статьи, там показано, можно поскорить. Там, кстати, очень просто делается. Там скорости, когда мы рассматриваем, мы умножаем просто на массу. И потом рассматриваем и выводим все те же процессы, ну, просто. Основная в этом докладе – это простота и красота. Понимание процессов. Дальше, так сказать, да, еще такая вещь. Вот, я в основном ставил эксперименты на водоворотах. То есть мы делаем два водоворота. Но водовороты, вообще-то, у меня плоские. А экспериментом делаем вода, водовороты такие вот, ну. То есть берется два потока световые, сталкиваются два потока, и образуется материя. То есть мы берем два шланга, направляем, и образуется здесь, так сказать, водоворотик. Конечно, когда мы ставим эксперименты на воде, надо учитывать сопротивление воды. То есть если бы я вот бросил здесь ручку, она остановилась. Почему? Из-за трения. А в космос я бы бросил, она бы крутилась, ну, летела вечно и бесконечно. Да, из-за сопротивления. Поэтому, когда ставятся эксперименты на воде, тоже надо учитывать эти кореолисовые силы, сопротивление. То есть если бы была сверхтекучая жидкость, я бы создал водоворот, он бы крутился вечно и бесконечно. Я мог бы ставить эксперименты, то есть взял, столкнул два водоворота, образовалось четыре. Ну и что? Ну и ничего. Элементарно-то это самое. А здесь физики говорят, вот они сталкивают два фотона, образуется вещество, откуда оно взялось, что непонятно. Дальше вот, так сказать, модель была сделана, ну, чтобы понять опять процессы, так сказать, которые происходят, частичка представлялась водоворотом, плоским водоворотом. И вот когда мы создали водоворот... Когда вот создается водоворот, вот здесь скорость одна. Потом, если мы возьмем, допустим, водоворот и начинаем его двигать, то мы заметим, что вот здесь скорость изменится. Почему? Потому что мы переместили как бы в другую плоскость. Вот здесь, когда изменяется, плотность меняется. То есть, если у нас есть частичка, которая будет представлена вот таким образом, и мы ее начинаем ускорять, то мы видим, что вот эти вот круги здесь замедляются. То есть, это как бы замедление времени, аналог замедления времени. И вот можно посмотреть, что скорость... То есть, мы как бы переводим в другую плоскость. То есть, когда водоворот сжимается, плоскость тут изменяется и изменяется время. То есть, время — это есть плотность. Ну, чтобы... Ну, допустим, я вот преподаю, почему изменяется время? Вот я студенту. Ну, попробуйте объяснить, изменяется. А вот там сказал дядя... Процесс изменяется. Да. Время не может изменяться. То есть, нужно было находить какие-то образы, которые позволяют, так сказать, вот это самое. Вот образ ката-часы мы помещаем в воду, и в воздухе очень хорошо помогает, ну, вот эти вот вещи преодолеть. Потому что есть какой-то физический процесс, с которым можно связаться, ну, и все менее и более становится доступным. Да, еще такая вещь. А, вот строение эфира. Вот эфир, говорится, что это просто, так сказать, шарик. Тут возникает еще такая вещь. Если просто шарик, а мы говорим, что водоворот плоский, то мы не сожмем... То есть, у нас есть, вот, допустим, плоскость какая-то определенная, правильно? Интересно, вот такая вещь получается. Вот мы берем вот такой, вот такой диск круглый, круглый диск. И здесь его немножко можно надрезать, а можно поставить вот такую пластинку. И когда мы так машем, да, вот я машу вот так, да? Вот машу. Я же... Окружаем здесь его, допустим, экранчиком, и видим, что вот здесь наш листик, ну, нарезанный, будет отклоняться. Но если мы этот диск начнем вращать в разные стороны, туда-сюда, вот так, во все стороны, то мы увидим, что отклонение будет здесь, здесь, здесь и здесь. Здесь, здесь и здесь. Если будет этих дисков много, и они все будут вращаться, то мы увидим вот здесь равномерное, ну, как бы поле, которое мы пишем, гравитационное поле, вот так. Распространяется во все стороны. Но когда мы эти процессы будем сжимать, сжимать, то диски будут мешать друг другу, поворачиваться. В результате гравитационное поле будет меняться. То есть гравитационное черное поле, ну, поле черной дыры, оно не круглое, как его рисуют везде во всех книжках. Гравитационное поле черной дыры плоское. Это основной вывод из модели. Потому что так или иначе, здесь все мы предлагаем определенные модели. То есть гравитационное поле будет по мере сжатия. Оно круглое, потом мы начинаем сжимать, и оно начинает вот так расходиться. Вот так и вот так. Поэтому ту галактику, которую мы видим, она плоская только потому, что внутри нее черная дыра. По этой черной дыре можно определять степень сжатия, так сказать, поля. Ну, дальше я сейчас покажу. Вот эфир, вот такое строение. Дальше вот движение эфира. То есть мы видим, что эфир представляется как двумя шариками, как вода. То есть аналогия вода. Вот шарик Е и H. Шарик Е отвечает за электрическое поле H, за магнитное. И они взаимодействуют для того, чтобы ухватить идею, необходим еще такой зрительный образ как. Вот колесо. Я бросаю на него камень, а он отскочит. Тут, как бы, понятно, физика, этот вопрос поработал хорошо. Но когда колесо крутится, и я брошу на него камень, он не отскочит, он отскочит в другую сторону. Если вот есть такая игрушка, которая вот, бросаешь шарик сюда, он раз, выскакивает отсюда. Но если эти шарики закрутить и построить, вот по ночной формуле, то больше так удар раз, этот шарик Е удаст сюда, H пойдет сюда. Потом этот пойдет вниз, ударит, этот Е пойдет сюда. Потом назад, H выскочит оттапа, потому что он стремно действует. И мы будем наблюдать обычный процесс, как мы видим, это след распространения электромагнитной волны. Если примем вот такую модель. Опять-таки, говорит, я тут предлагаю модели, они, так сказать, достойны уважения. Ну, в принципе, вот такая модель, которую я предлагаю. Следующая вещь, которая вот получается, ну, вот движение, видите, дискретность получается. EH, 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 передача. Вот гравитационное поле. Это изменение плотности, передача плотности. То есть образ, который бы хорошо, так сказать, объяснил этот процесс, это как? У нас есть компасы. Мы взяли стрелку компаса раз и начали крутить. Эти компасики повторяют движение, вращение. Это передача световой волны. А гравитационное поле, это изменение плотности. То есть мы ударили по этому, а сейчас сразу плотность пошла. Ну, продольная волна. Да, продольная. То есть это как бы звуковая. Я говорю, изменяю плотность, и вы меня слышите. Вот это гравитация. А изменение вот этих стрелочек, это это самое. И если тут нужно путь пройти большой, то гравитационная скорость во много порядков выше световой. Ну, я когда-то просчитывал, так сказать, нужно 15 миллиардов лет. А гравитационной волне, ну, приблизительно минуту там и 47 секунд. На прохождение этих 15 миллиардов лет. Почему? А там путь. Тут шарику надо пройти вот так, ударить вот так, а здесь напрямую, так сказать. Вот интересная вещь получается. Как модели. Если вы посмотрите, вот классическая модель. Видите, единица на r квадрат. А вот так, что получилось. Водоворот, если вот взять камень просто и бросить, он получится, так сказать, вот ограничение. Видите, добавление дельта r. Почему? А вы дальше не сожмёте. То есть то, что говорится, что вот это до бесконечности, это ложь. Вы не сожмёте. Почему? А шарики, что сказать, как ты дальше шарика сожмёшь? Если есть вот эфир, это шарики. Дальше шарика ты не сожмёшь. И вот добавление. Ну, и это было достаточно. Но как он вращается, то он ещё подтягивает вот эти вот вещи. То есть... Мы шарили угас. Да. Да. Вот он подтягивает вот эти вещи. И мы имеем дело уже не с квадратурным убыванием, а с нормальным распределением. Но из-за зоны совпадения оно было ошибочно принято за квадратурное. То есть чем дальше, если посмотрите, вот здесь совпадение. А дальше идёт по нормальному закону. Ну, из-за совпадения было принято вот это. Я считаю, что это ошибка. Можно проверить? Можно. То есть орбиты, которые находятся за определённой чертой, будут уже не работать. Вот этот закон классический Ньютон. Работать не будет. Второе. Когда мы будем сжимать тело, мы не сожмём его до бесконечности. Вот есть ограничение. Так сказать. Ну, вот это вот блюха. Это, так сказать, выводы, которые получились из модели. Вот формулы, которые получились. Вот смотрите. Вот это дельта Р, это ограничение. А здесь Р, а вот это Р плюс Р. То есть это как пуля, когда мы стреляем из ружья. Вот на этом расстоянии мы можем говорить, что прямо линейно. Она же вот так закругляется. Поэтому вот здесь вместо этого Р надо добавить ещё дельта. Определённую функцию. Потому что вот так вращается, правильно? И заворачивается. Поэтому на небольшом расстоянии вот эти все формулы переходят в классические. Вот эти можно пренебречь. Допустим, для нашей Земля, чтобы её сжать в чёрную дыру. Вот кулак. Вообще-то меньше, но кулак. Вот это расстояние, допустим, если мы будем измерять до Плутона, в принципе, тоже можно пренебречь. Основная особенность, что получилось этой модели, это то, что вот эти формулы, вот это пренебрели, пренебрели, переходят в классическую формулу. А вот это, вот видите, изменение вероятности. То есть водоворот можно вращаться вот так или вот так. Если расстояние большое вот этих дисков, то здесь единица. И мы переходим к классической формуле. Если нет, оно ограничено, мы получаем плоское. Вот, так сказать, что показала модель. Вот гравитационное поле Е. То есть когда мы вот так крутим, видите, вот Е. Но есть ещё и H составляющая. H составляющая это как? Когда свет закручивается, вот H составляющая, но она тоже меняет плотность. И когда, так сказать, вот происходит накладывание вот этих дисков, фактически, когда мы смотрим на Галактику, мы смотрим на строение протона. Потому что эта ситуация проявляет как бы себя. Вот так они нет, а вот так они начинают проявляться. И вот это получилось, надо объединить H, плотность которой создана, H составляющая и Е составляющая. Получается, что гравитационное поле при определенном уровне имеет вот такую формулу. Внутри ноль и так далее. Я не черпал время? Да, уже пару минут. Ну тогда... Ещё... Да, тогда ещё последняя такая, сейчас тогда побыстренькому. Включительные какие-то слова. Да, вот изменяется, как изменяется гравитация. Вот модель как получена. Вот видите, совпадение. Вот из-за того, что вот это совпадение произошло, оно и было принято приблизительно за убывание по квадратичному закону. Хотя на самом деле, по модели, гравитация должна убывать по нормальному закону. Вот видите, дальше идёт расхождение. Вот смотрите, что получилось. Когда мы попытались решить... Я попытался решить задачу в этот водоворот, как можно вписать, чтобы правильно вписаться. Оказалось, вот графически получаем длину протона, длину электрона и длину нейтрина. То есть что это означает? Это означает, что только вот эти две частоты длина... Ух ты! А как назад? Вот эта длина вот эта и длина вот эта правильно впишутся в водоворот. То есть плюс против минуса, минус против плюса. Вот так. Вот две частоты. Если бы было квадратурное распределение, то было бы две частоты. Но есть нейтрина. Для того, чтобы существовала нейтрина, вот этот график должен заворачиваться. Вот тут у меня что-то пропало. Восстановить никак нельзя. Ладно, тогда еще, так сказать... Хорошо. Все. Спасибо большое. Вопросы сейчас будут? Я еще раз хочу сказать, что эта модель для экспериментов использовалась вода. Но она, по крайней мере, позволила вот мне, допустим, студентам, хоть что-то образно объяснить. Потому что то, что пишется, ну извините, вот я же говорю, она безобразная наша физика. Точнее безобразная, потому что одни формулы. Вихри все же плоские. Плоские. Вот именно плоские. А водоворот, так сказать, просто это модель. А вода, потому что это дешево. То есть взял там дрель и спокойно создал. Так, ну что, я думаю, Владимиру Акимовичу предстоит судьба Эйнштейна, Маркса, Ленина. Все лет через десять, все, начиная свое выступление, начнут говорить, что вот, значит, следуя, так сказать, гениальным идеям, мы, значит... Ну, по-моему, у нас уже такая тенденция складывается на нашем конгрессе. Я еще раз прошу сказать, что это модель, которая дала вот такие результаты. Поэтому, ну... Даже если это идет в разрез с Вашими, это же... Это все будет, конечно, через много лет, но после Вашей смерти. Вы же не сможете возразить тогда. Нет, пожалуйста. Это самое... Так, пожалуйста, вопрос. Так, мне интересно то, что во самую основу доводов положены маятниковые часы, которые сконструированы изначально для работы в воздухе. Их кладут в воду и говорят о том, что время неправильно течет. Часы показывают, ой, неправильно результат. Нет, маят не будет. Надо обратиться к фирме Мозера. Возьмите те же часы. Тогда все время не станет изменяться. В герметической упаковке опустите в эту плотную среду, и они будут показывать нормальное время. Понятно, это не вопрос, а замечание. Да, вот еще такая вещь, которая... Сейчас я извинюсь, две минуты. Я вот спрашиваю... Это понимание. Вот мы берем воду, правильно? И делаем колебания. Если мы воду сделаем более плотно, чтобы сопротивление увеличить. Да, соли. Ну, я обычно брал... Тесель там лучше получается. И в результате, если мы создаем колебания, то вот такая штучка получается. Колебания, если в воде, ну, там незаметно, вот так. А если в киселе, то здесь колебания будут одно. Дальше, в общем, оно будет длина затухать. Такое ощущение, как будто, так сказать, при прохождении этой среды оно теряет энергию, и длина изменяется. То есть получается, как бы, если свет, если мы знаем модель света как, изменение частоты происходит как? Доплеровская, правильно? Изменение частоты, когда преодолевает массу. Но, оказывается, есть еще третья, так сказать, вещь, которая, изменение частоты происходит из-за того, что среда влияет на частоту. Если вообще сделать кисель такой густой, то оно получится так. Вот так раз, колебание, он увеличится, и потом вот так засухнет. Но суть в том, что колебания по этому самому, этого в физике нет. Вот единственное, что я нашел, вот, вроде у Латсюковского, что с прохождением пространства свет меняется. То есть, ну, частота, он как бы стирается, и поэтому частота меняется. Поэтому я вот спрашиваю у него, кто автор этого. Ну, красное свещение, кто же предмет для отдельных, для отдельных. Пожалуйста, вы хотели вопрос, да? Можно объяснить по-другому. Да, пожалуйста. У вас меняется масса, правда? За счет чего? То она у вас увеличивается, потом она у вас уменьшается. Куда масса надевается, и откуда она берется? Если речь идет о силах, это разные вещи. Масса вот здесь уменьшается, да, вот как я показывал. У вас показано, что нет. Масса растет, да. А потом у меня... Плотность это совсем другое. У вас показано, что масса возрастает, потом масса уменьшается. Куда она надевается? Откуда берется, куда надевается? За счет чего вообще это происходит? Ну, ныне, видимо, гидродинамический ответ состоит в том, что это присоединенная масса, связанная с тем самым... Ну, вот я же говорю, что модель вот показала вот такое. Возможно, человек так и рассуждает. То есть, вы видите...